Добрый день дорогие друзья, с вами Некрос и добро пожаловать в игру Хейдис. Сегодня мы выпуск начнем с того, что будем персонажа перекачивать, а именно мы заплатим зеркалу одним хтоническим ключом и перезапустим всю тьму персонажа и потратим ее по-другому. Например, неповиновение смерти будет заменено на упрямое неповиновение. За 600 очков тьмы у персонажа будет дополнительная жизнь, которая будет перезаряжаться для каждого зала. То есть, если он, например, в первой комнате погибает и возрождается, он, пройдя эту комнату, снова сможет возродиться, если его противники уничтожат. 600 очков. Далее, призрачное присутствие заменяем на огненное присутствие, чтобы было больше урона противнику, который наносится впервые по нему. Но самое главное, это, значит, адская душа, нет, не адская душа, кипящая кровь. Все еще прокачиваем. Больше урона по противникам, в которых попал кристалл. Да? Количество кристаллов не, я так понимаю, не нужно увеличивать, потому что урон не стакается. То есть, один кристалл в противника попадает. Если попадает два кристалла, то кипящая кровь больше урона наносить не станет. Глубокие карманы не нужны, толстая кожа тоже. Любимчик семьи. В принципе, можно прокачать, потому как больше даров от разных божеств, больше урона. Так, темная регенерация. Тоже хорошая штука. За то, что мы поглощаем тьму, нам часть от поглощенной тьмы будет возвращаться здоровьем. Значит, что получается? Прокачиваем огненное присутствие. 75% и темную регенерацию. 60% от поглощенной тьмы. И осталось любимчик семьи. Раз. И вот, видите, чуть-чуть не хватает. Ну, можно, например, улучшенные рефлексы. Один дополнительный рывок. Или безжалостный рефлекс. Получи 50% к урону и шансы уклонения на 2 секунды, когда ты совершаешь рывок непосредственно перед получением урона. Ну, здесь на самом деле непонятно. Далее, наверное, ничего прокачивать не будем. Значит, сохраняем эту прокачку. Да, игра сохранила ее. И, а теперь, значит, что... Щетка из перьев гарпии. Немножечко прокачалась. Уже 5% вероятность выпадения лечилок. Ну и, наверное, наверное, будем играть с копьем. Круговая атака заменяется на карающий размах. Это нужно открыть, этот аспект. Аспект за Грей. Урон, дальность и скорость. Особого удара. Ну, наверное, ахиллесовый аспект. Возьмем. Да. Так, подожди. А, вот, да-да-да, правая кнопка. Я же поменял управление. Да, так удобно. Так, а кьюшка? Что делает? Ничего, да? А, средняя кнопка. Это бросок. Все. Значит, все, поехали, в принципе. Проходить. Пробовать. Готов, как никогда. Где, по-твоему, ты находишься? С кем, по-твоему, ты говоришь? Никому не выбраться из моих владений. Ни живым, ни мертвым. Это ты так думаешь? Янис. Эй, снова привет, Зак. Продолжай в том же духе и уверен, очень скоро мы все встретимся здесь, наверху. Я с тобой до самого конца. Отравляющий удар. Так, дурман. Отравляющий размах. Особый удар накладывает эффект дурмана. Особый удар. Хмельной выстрел. Бросок подбрасывает большой снаряд, который взрывается и создает праздничный туман. Так. А вот это, кстати, вот хмельной выстрел, сильная штука. Вот она. Да-да-да. Но, видите, здесь нужно было, конечно, увеличивать количество вот этих вот снарядов. Но кто же знал, что Дионис выпадет правильно? Это уже вот... особенность рандома этой игры. Так. Тихо. Ключик выпал. Так, далее, далее, далее. Я, наверное, вот это выберу. Это у нас молот Дедала, по-моему. Тун-турун-ту-тун. Так. О, выпала эта лечилка. Хорошо. Вот сейчас самое интересное. Жестокий прокол. Особый удар наносит 50% урона и 50% к шансу нанести критический урон при возвращении. Особый удар наносит 400% урона по броне. Ну... Вот этот... Вот это, конечно, хорошо для будущих уровней. Атака после рывка носит урон 3 раза, но дальность рывка сокращается. А, вот это же тоже... Зазубренный наконечник, это же тоже очень крутая штука. Сложно сказать. Три раза. На дальность рывка. Ну, знаете, смотрите, можно сделать какое комбо. Например... Например... Этот... Особый удар, а потом после него зазубренный наконечник будет, по идее, бить сильнее. Правильно? То есть, делается вот это, и потом вот эта штука... Вот. Вот это одно, кстати, из самых сильных улучшений, как я считаю. Вот это вот. Вот это прям очень штука мощная. Она, по идее, должна критовать после особого удара. Да, вот это прям очень сильная штука. После... На самом деле, тут и особо удар не нужен. Да, видите, что творится? Самое, что интересное... Самое, что интересное, смотрите. По противнику попадать особым ударом, как я понял, не нужно. Вот, смотрите. Вот, видите, и все. И улучшение идет. И там четыре атаки получаются. Раз, два, три, четыре. Так, а теперь давайте смотреть. Раз, два, три, четыре. Да, это стакается. Это шикарно. Это очень хорошо. Хаос. Снова попробуем. Ты передвигаешься во тьме и почти полностью невидим, сын Аида. Даже мне порой бывает нелегко ощутить твое присутствие. Время от времени передо мной мелькают образы олимпийцев. Но вот ты вечно скрыт вуалью. Таково влияние Никты. Раздражающий выпад. В следующих трех обычных схватках количество врагов будет увеличено на 36%. После этого атака после рывка наносит 52% урона, что отлично стакается. Нет, подожди. Это атака после рывка. Это именно имеется в виду вот эта вот тройная атака или нет? Так, плюс 37% здоровья, да? Непостижимый удар. В следующих четырех схватках урон от ловушек будет увеличен. После этого атака наносит 30% урона. Атака после рывка. Нажмите для легка и затем сразу же нажмите... Вот, наверное, это, да, выпад раздражающий. Посмотрим, что получится. Ой, дополнительные... Так, мы пойдем вот сюда. Как раз вовремя. Вот он как раз нас вылечит, скорее всего. Эй, принц, как продвигается побег? Есть успехи? Знаешь, неплохо, если учесть все обстоятельства. Умираю тут, то тут, то там. Немного сложновато, но что поделать. Ну что же, не вешайте нос. Я вот некоторое время назад бросил попытки выбраться. Но если бы я был так же молод и бесстрашен, как вы, возможно, я бы продолжил в том же духе. Ну, смотрите, тьма же тоже нас вылечит, по сути, если мы ее возьмем, да? Денежки тоже нужны. Исцеление... Исцеление надо, конечно. 29,50. Но я не знаю, будет ли, если он даст тьму, то по идее и здоровье мы тоже получим, а тьму накапливать надо. А-а-а! Так все равно же дополнительная жизнь в каждом зале есть. Давай тогда вот это возьмем. Денежки. Отличная идея. А-а-а! Ну врагов-то будет больше. Воу! Вот эти штуки нужно уничтожать. На поддержку ой, донат пришел. С наступающим. Спасибо за диад, выдаюли. Спасибо большое. Большое спасибо. Ты ведь еще вернешься. Олимп, я принимаю это послание. Особо ударное окладывает эффект дурмана. Так, оптимистичный настрой. Получай меньше урона, если уровень здоровья 40% или ниже. Если здоровье уменьшилось после схваток, оно будет восстановлено до определенного предела. Предел уровня здоровья. 30% То есть ниже 30% здоровья не будет опускаться, да? Ну вот сложно сказать. Дурман. Дурман, по-моему, еще и оглушает монстров. 30% но на самом деле процентов-то будет 25 из-за условия пакта. А это будет всегда работать. Будет всегда сопротивление урона будет меньше. 25% Но так все равно же он возрождаться будет. Давай вот это возьмем. Так, тут тьма будет, да? Которая нас вылечит. Тут и врагов будет больше. Усилились. Слушай, да, жестко. Сильная, сильная штука. Давай, иди сюда. Но броня, видите, совсем не пробивается. Так. Ой-ой-ой. А по ним она тоже бьет? Бутербродик выпал. Хорошо. Где они там? Все, отлично. Вот теперь смотрим. 10 тьмы. А сколько я вылечу? 5 жизней. Ну, что-то такое, такое. Я думал, тьмы вывалятся побольше. Какой путь выбрать? Я думаю, к Харону пойдем покупать. А, стоп. Тут у нас 9 жизней восстановить. Судьбоносный поворот. Я думаю, ничего брать не буду. Я думаю, я... Так, там была сокровищница. Я вот забыл, забыл посмотреть. Ну, ладно. Хм. Ну, тьму я возьму. Это меня вылечит. О, видел. Видел как. Так. Артемида. Рвок охотника. Атака после рывка носит больше урона. Урон от атак... О! 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 Вот это отличная комбо получается. Атака после рывка. Рвок охотника. Еще 50% урона. О! Ой, извини, Харон. Извини, извини, пожалуйста. Так, 50%. Тут 60%. Это мне не нужно. Тут... Здесь больше сопротивления урона. Давай вот это возьмем. А, еще надо нам поразбивать. Во! ха-ха. Ну вот. 5% это же лучше, чем 2% или 3. 3. У-у-у-у. У-у-у. Так. Ой, жесть. Ой, вообще разрывает просто. вообще разрыв я же говорю вот этот выпад как только у этого копья с этим копьем еще появляется молоды дала это все это начинается так такая жесть что тут еще есть да ничего гранат есть так усиление делаем но броня конечно броня тут суровая ой-ой-ой тихо так кристалликам нельзя позволять лазером целится в нас ну вот нормально наверное дархауса получил новый эффект только я не помню какой рук охотника уже 7 процентов уже не так выгодно вот это наверное лучше усилить чем больше усиливаешь тем менее выгодно тима но тут наверное тьму будем собирать да пока чисто а это фонтан хорошо лечим все тьму подбираем которое тоже лечит больше тьмы хорон не но тут тут нам уже не нужны не нужен магазинчик нам нужен нужно сердце кентавра а чё прям так что ли максимум здоровья о смотри бутерброды выпадают очень часто так тут уже полноценный босс да пожалуйста пусть это будет мэг ну да она же как-то послабее да конечно это она ты правда сделал это за грей мои сестры вернулись мы втроем сейчас выполняем одно и то же задание это плохо с моей стороны что я отчасти польщен тем что привлек к себе внимание Эриньи о я бы сказала что это очень и очень плохо тихо а до сады с одним рывком то будет сложно слушай неплохо вообще неплохо усилились все спокойно вообще фурия повержена подловил тебя я все время забываю про вот это так лечимся живительная эссенция так гребень и мезиды удар в спину ловушки наносит плюс 500 процентов урона врагам 6 схваток да как-то вот все ну так себе наверное наверное я ничего покупать тут не буду пойдем дальше асфадель ну давайте посмотрим как сегодняшняя прокачка будет бороться с асфадельевскими врагами улучшение усиления а вот так больно то да чуть без рывка надо будет следующий раз рывочек то прокачать а на него тоже что ли дурман работает по ходу да рывок ну тут рывок и вот эту штуку надо усиливать но видите тут усиление она не плавно и жизни или или гермес наверно жизни все таки наверно так так усилились усилились да по броне конечно ой от них расстается но ведь как жестко так дурман я так понимаю на бронированных не работает да ой как много урона дать мне отлично уже сто жизней так денежки или артемида либо дело ну артемида и дионис а тут у нас магазин не но в принципе от артемида больше даров не нужно есть рывок так погоди какие как посмотреть я уже не помню этот дары что-то я уже и не помню как смотреть ой так значит артемида или дионис надо подумать так но тут босс в принципе можно за золотом сходить а потом к харону и потом чем больше даров от разных богов тем больше урон не забываем а этот камешек ну-ка тихо нормально 100 золота так не забываем про кувшины во а может ли выпасть может ли выпасть несколько лечилок на ну в одном зале вот это кстати игра не говорит так там арес тут посейдон кстати у посейдона есть очень крутая штука с отбрасыванием да и отбрасывание потом можно усилить так что боссом было больнее угу или лучше арес у ареса по моему но это же не помню так ладно выронить предмет лечения и ловушки так я ничего брать не буду посейдон посейдон либо арес и там и там босса кстати я не помню просто всех даров посейдона точнее ареса у ареса я точно помню что есть лезвие вот у этой штуки да да и есть какая то там по моему отложенный урон вот у этой штуки типов особого удара у посейдона точно есть усиление атак но не но не рывковых атак вот в чем дело а обычных вот этих вот так что наверное арес может какой-нибудь новый дар найдем у ареса а баржа поехали жесть не знаю может это и был может это был неправильный выбор а тут кристалл жистки кристалл дает ему щит ой ой жёстко тихо зря ты на огне стоишь дружище очень зря приплыли сейчас ветра войны на поверхности дуют все яростнее собрат и поэтому я могу предложить тебе еще более великие силы чем прежде на после использования неповиновения смерти урон во время схватки будет увеличен на 22 процента упрямое неповиновение установение менее так но это же на упрямое неповиновение тоже работает атака накладывает эффект гибели атака особо удар и бросок наносит больше урона но да наверное надо было посейдона все таки выбирать да ладно плывем дальше надо запоминать дары и понимать ой ой и запоминать какие дары более более мощные подходят к данной комбинации или какой то другой комбинации но урона пока хватает я смотрю подробно до рывок ой 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 оптимистичный настрой я все время забываю ключ и что жизни гермес жизни давай возьмем усиливаемся по о да ладно из них выпадают бутерброды серьезно прикол кто там ведьма 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 отлично так гранат афина наверное афину выберем ну-ка надо все вот эти вот кувшины поразбивать а больше кувшинов тут нет нет но все идем к афине а хотя погоди 313 золото наверное к этому пойду корону а не к афине так артемида берем вот это вот о вот это класс артемида помощь артемиды после использования броска атаки или особого удара выпускается выдающаяся стрела особо удар усиливается получает 20 процентов к шансу нанести критический урон ой ерунда какая ой ерунда все это ерунда урон от особого удара 40 процентов ерунда какая-то помощь артемиды на самом деле лучше такой зов который дает бессмертие и ты можешь нормально сражаться с боссом купить усиление давай ну чё-то разочаровывает игра сейчас разочаровывает эй харон я же сейчас в асфадели да мне всегда рассказывали что это место напоминает покрытую цветами лужайку а не подобный ужасающий пейзаж не могу не согласиться приятель так ну я так понимаю босс лучше бы к афине пошел такое тебе нечего мне сказать слушай нормально вроде по урону на что теперь головы броня сломана так вот этих вот нужно уничтожать да ну вот такое что-то не помню назад ты чё творишь что ж ты творишь так по таймингу по таймингу атакуем усилились ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой плохо еще тьма идем дальше думаю мы очень скоро вернем тебя назад золото конечно на магазин харона было потрачено в пустую наверное особо удар носит 40 процентов урона но как бы такое случайный предмет а и не хватает то золото смертельный размах особо удар слушайте я хмельным вот этим вот даже не пользуюсь поразничный туман давай вот это уберем и вот это возьмем да возможно это такая себе тактика но 150 жизней зато а еще минус 2 с половиной процента урона наверное так про кувшины не забываем что он как-то бегает медленно о-о-о вот отдавай а там сейчас особый удар будет да ой как я не жирные офигеть может зря я особо удар выключил очень таки жирные а вот так можно сделать особо удар носит урона по броне атака наносит три удара перед собой эта фигня удерживая такую чтобы наносить стремительные удары ты больше не сможешь использовать круговую атаку стремительные удары особо удар носит 400 урона по броне о броня до броню пробивать надо значит я зря все таки этот отменил дар артемиды точно зря потому что пробивающим проколом бы это комбинировалось но броню надо как-то повреждать этим боссом и всяким да вот это вот что такое ну ладно значит будем значит будем теперь я обратно восстанавливать силу этого особого удара 40 процентов урона потерять вот так вот просто обидно 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 ой там это там сокровищница была тихо тихо не колдуй где 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 а а а я тебя понял бабочки жирные бабочки а кто еще остался а ведьма и снова харон да или кентавр о кентавр давай о вот и был чуваки с броней что-то такое себе что-то так себе это броню пробивает на самом деле ну чё то да ой 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 так вот сейчас опасно ой ловушки ловушки кстати тут вообще очень серьезные да не по о о о 175 неужели больше бутербродов не будет зевс или гранат не зевс такое я уже понял что он дары зевс они не очень а на на так усилились ой 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 как много урона ты чё такой жирный о хохо в вроде броню разбивает да в этот раз мол дедала конечно подвел сколько это пять процентов до артемида а можно вернуть ой тут эти души много тихо что-то жесть какая-то они еще остаются эти чуваки сколько пятьдесят три нормально на лови так все отлично душа осталась все верно не нужно слишком долго играть со своей добычей а сейчас тебя ждет одно из моих величайших благословений а рывка охотника уже не будет да а вот он атака усиливается и получать 15 процентов шанс нанести критический урон но атака она это именно не атака после рывка так что смертельный размах вернули теперь урона по броне будет еще больше по идее о посейдон ну вот давай вернули артемиду все таки урон что особо удар как-то слабенько бьет так ну-ка тихо нормально нормально выживаем 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 я чувствую на тебе знак неуловимые артемиды верно племянник она сторониться большинства из нас если ты ей действительно приглянулся это просто здорово так ценность вознаграждения атак наносит больше урона отбрасывает врагов ну вот какая-то ерунда хотя вот ценность вознаграждения получи случайное количество этого 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 я думаю что ценность вознаграждения при этом пакт не влияет хорошо сила посейдона восстанови восемь процентов при входе в зал три схватки редкость дара будет улучшена ловушки носят урон врагам больше да ну давай вот это восемь процентов в принципе мне нужно восстанавливать здоровье а точно бутерброды теперь искать надо что-то какой-то он очень медленный очень медленный какой-то он стал жесть а почему такой медленный мне кажется тут все таки вот иногда кажется что гермес все таки нужен а все броню потерял так душа возвращаем все броню броня потеряна а все и минус броня нормально нормально кто еще ой чуть так много алё точно эти еще щитовики как не щитовики как щиты так подожди щас здоровье восстановлю давай 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 в итоге я больше здоровье восстановил хитро и во еще за счет а еще и бутерброд выпал ну видишь как хитра эта игра очень хитра ключ или драгоценные камни ну ключи нужны в принципе чтобы открыть дальше зеркало ну и драгоценные камни тоже нужны все надо ой что это это он а это то натос смерть приближается я вижу ты никак не не отступишься упрянец ты навлечешь на меня кучу неприятностей пытаясь добиться своего но он будет нам тупо помогать а мы будем делать вид что очень полезны и дерем омзе прям да хм хм так нужно ага ну все теперь поаккуратнее теперь поаккуратнее теперь поаккуратнее конечно да там все нет а не он душа осталась ключик пожалуй хватит ну нужно отдать тебе должное зак тебя легко отследить тени тартера начинают бояться тебя больше чем твоего царственного отца о они перестанут меня бояться когда получше узнают не уверен в этом кажется даже я начинаю тебя бояться видимо я знаю тебя гораздо хуже чем думал так хорон четыреста двадцать три слушай ну я даже не знаю двадцать пять жизней от кентавра или куча полезного от харона над мятежной головой принца возвышается восхитительно зловещий фасад стадиона элизиума будто бы подстрекая его принять участие в соревновании в котором ему не под силу победить а так сейчас будет это битва с двумя воинами ууууу ну допустим попробуем большая толпа а итак демон вернулся чтобы снова бросить нам вызов астерий даже несмотря на хорошенькую трепку которую мы задали ему в прошлый раз ты прекрасно знаешь что бой был нечестным сразись со мной один на один и мы увидим чего ты стоишь замолчи монстр я больше не потерплю твоей гнусной лжи полуправды или даже четверть правды а ты вскоре услышишь как звенит мое священное копье в особенности когда оно со свистом пронзает твою открытую грудь защищайся ага а ну так он со щитом да о о ой 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 попал да ладно ой попал да ладно что то как то сложно о о о о о о о о о уворачиваться вот 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 он я проиграл да жаль очень жаль вот с этим боссом мне как-то пока не справиться как я мог проиграть ему о я знал что ты вернешься как только услышал что ты встретил самого чемпиона элизиума я слышал что среди смертных считается честью погибнуть от руки кого-то вроде тесея продолжая в том же духе возможно ты тоже станешь знаменитым возможно ахиллес я иногда боюсь что отец если узнает что ты помогаешь мне не будет к тебе милостью не беспокойся за меня парень твой отец по прежнему разгребает завалы которые я подкинул ему за свою жизнь в мире смертных кроме того ему нечего у меня отнять у нас с ним есть взаимопонимание надеюсь что это так прислушаться я точно знаю что ты помогаешь ему несмотря на мой запрет что мне прикажешь с этим делать никто чтобы ты сделала на моем месте обманут в собственном доме отвечай аид мое отношение к изменилось тех самых времен когда ты попросил меня заботиться о нем мы состоим в таких же связях я всецело поддерживаю его и так будет всегда тебе следует это знать сейчас он желает уйти и я не буду его останавливать от вас всех никакого толку он даже не твой сын ты с ним нянчишься ты знаешь не хуже меня что у него ничего не выйдет и тешишь его разум опасными иллюзиями но если в этом твоя цель тогда пожалуйста продолжай в том же духе они опять ссорятся из-за меня все сохраняемся и на этом пожалуй все дорогие друзья всем спасибо за просмотр и всем пока